Ситуация, которая сложилась вокруг банка Аркада, касается инвесторов, которые вложили свои заработанные средства и не могут получить квартиры, ключи от квартир, получить право собственности, потому что эти квартиры не достроены и не строятся на данный момент вообще. Среди этих инвесторов это большое количество инвесторов, порядка 12 тысяч семей, а если немножко 300 человек, то это вообще порядка 40 тысяч человек. Среди них немалое количество тех, кто является переселенцем из Донецкой и Урганской области. В частности, вот, допустим, моя мама, которая уже два года должна жить в новой квартире, в доме, который практически готов, но на данный момент стоит незавершенный и, соответственно, не сдан, и люди там не живут. У нас мы, как инвесторы, уже на моменте практически отчаяния, уже стучимся во все двери администрации Украины, это и аппарат президента, и кабинет министров, и КМДА, и везде, где только возможно. И вот дошли с проблемой и до международных организаций. Поэтому наша задача, чтобы у нас проблемы президентцев, которые могли бы уже жить в своих квартирах, услышали в международном формате. Надеюсь, что это как-то сдвинет ситуацию с мертвой точки России. Люди вложили именно в инвестицию строительства через Банк Аркада, так как 25 лет в Кавинках. Да, Банк построил много тысяч жилья, все было в порядке. То есть был кредит доверия. Да, был пакет документов, был всегда на жилье, жилье всегда вводилось в эксплуатацию нормально, с первичными документами, с правом собственности, со всеми коммуникациями. То есть вопросов никогда не возникало до нынешнего момента. А у меня еще вопрос, да, начались ли, да, то есть как бы по вот этому массиву патриотика на озерах, начались ли уже первое строительство, либо еще даже нет, так сказать... Туда были заведены коммуникации. Можно сказать, что начали. И около 500 инвесторов приобрели недвижимость. Был построен мост. Ну, скажем так, не недвижимость, а инвестировали в будущую недвижимость. Был построен мост, который впоследствии был разрушен. Представителями нацкорпуса. Администрации, то есть они просто вот именно, чтобы давить на застройщика, они разрушили их мост. Так называемые тетушки. Даже не мост, а это на деньги инвесторов тоже построено. Ну, да, банки. Тетушки, да, ну, рикетиры, в моем понимании, они... Чтобы строительная техника, они могут возникать. Или были избиты строители. Это все зафиксировано. То есть вот такие физические методы противостояния на этом участке. То есть это сугубо бандитская система. У меня не место, и есть фотографии этих фактов. Видеофотографии все есть. Скажите, пожалуйста, ваше обращение в отношении конкретного массива патриотика, либо вообще тех застроев, которые отпадают. Это наше обращение, в частности, от переселец, которые пострадали, на наш взгляд, больше всех, потому что... Нет, не переселец, а беженцы, потому что люди уехали от хранения. Это именно беженцы. Согласно международному законодательству, это внутренние перемещенные лица. Так и есть. Да, значит, обращение от внутренних перемещенных лиц, которые пострадали. Да, мы идем на это обращение от внутренних перемещенных лиц, потому что это на самом деле очень большая боль, это на самом деле очень большой подрыв эмоционального здоровья, понимаете, физического и, в общем-то, экономического здоровья страны в целом. Мы так считаем, потому что люди взяли кредиты, приехали. Помимо того, что они оплачивают кредит за жилье, которое два года уже не строится, они живут на съемных квартирах, в тесных съемных квартирах, потому что платить и аренду, и кредит, и при этом... Ну, это постоянная моральная... Я отвечу на вопрос. Речь идет о трех ЖК. Это патриотика на озерах, которые, в принципе, рядом находятся, и это один массив, и Эврика, которая находится совсем в другом месте. Ну, это все Киев, да? Это все Киев, это все Аркады, это все... Да, патриотика на озерах — это Сокорки, а Эврика — это... Глушкова, да. Глушкова. Глушкова. Да. Нет, эта история, она связана чисто с коррупцией и чисто с действиями КМДА преступных. Какая есть коррупционная составляющая? То есть в определенный момент, когда подходили сроки оканчивания аренды земли, на Аркаду начали совершаться вот... В сторону строительства совершаться, как это правильно сказать, рейдерские атаки или рейдерские захваты, то есть и строительные техники, но всяческие препятствия продолжению стройки. Соответственно, стройка прекратилась в патриотике на озерах, а это очень важно, потому что там должен был быть массив жилой, еще больше, чем патриотика на данный момент, которая уже существует, там уже живут люди, но есть ряд недостроенных домов. Скажите, пожалуйста, проверяли ли вы, есть ли данные застройки в генеральном плане строительства города? Смотрите, на 2014 год, когда все принималось, это тогда после Майдана все правительство, они боялись брать взятки, не было коррупционных составляющих. Все планы, которые Аркада подавала в городской правительстве, оно все утверждалось, потому что не было, потому что все было сделано в соответствии с законом, в соответствии с правилами. Но как только пришел крючков власти, где-то начиная с 2017 года, они стали, то есть разрешение все, все на момент, когда инвесторы вкладывались, когда люди получили, все было. Но потихонечку они стали их забирать, они стали по кусочку их это, то есть они даже до такой степени обнаглели, что они создали рейдерскую гражданскую организацию, на которую заплатили из городского бюджета 10 миллионов гривен. И этой организации дали, чтобы они организовали... Ну, а они заплатили это в виде гранта. Это не важно. В виде гранта. Это важно, что эта организация и указали участок, как раз тот, который находился в аренде у Аркады под строительство этого дома. То есть это именно бандитские действия, именно преступные мышленные действия по уничтожению недорогого застройщика, которому доверяют население, которому доверяют. То есть и в итоге эти действия... Какая организация получила грант? Каяк-центр. Да, каяк-центр. Каяк-центр на развитие каяк-центра. Как выяснили наши уже активные инвесторы, что все представители и главные представители организации, гражданской организации Экопарка Сокорки, которая является непосредственно одним из препятствующих строительству органов, все учредители этой организации являются не киевскими людьми, и при этом даже, естественно, не этого района, то есть жителями. Соответственно, какие-то интересы там не связанные с районом. И возглавляет всю эту историю представитель КМДА, то есть депутат. То есть он даже в офисе у себя, это организация, которая, это как его, депутат Киевской Минской Рады, который организ... ну, то есть в своем офисе даже нанимал сотрудника для...